Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. Вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться такой темы, как жара. Лето 2015 года и во многих местах России, да и всего мира устанавливается жара, которая бьет рекорды. И касаясь темы самой жары, это высокая температура воздуха, горячий воздух, зной, пекло, пустыня. И Африка рекорд 58,2 градуса в Ливии в 22-м году прошлого века. В Азии рекорд 54 градуса ровно, это в Израиле в 42-м году. В Австралии 53,3 градуса в 1889 году. В Северной Америке это 56,7 градуса, в Калифорнии в 13-м году. В Южной Америке это 48,9, в Аргентине в 1905 году. И, наконец, Европа. В Европе рекорд 48 градусов плюс ровно. И был установлен в Греции в 1977 году. Что же касается России, это Калмыкия, 2010 год, плюс 45,4 градуса. И мой личный опыт жары. И мне казалось, что я люблю жаркую погоду. И для меня жаркая это была погода летом в Сочи до плюс 33-35 градусов. Но в 99-м году я с двумя сыновьями оказался в Мадриде. Это было как раз летом. И я понял, что такое жара. Это когда в городе зной в тени 45-46 градусов. И люди на твоих глазах падают от тепловых, солнечных ударов. И это действительно очень тяжело. То практически невозможно, нет желания жить в этом городе, в этой местности, в такую жару. Что же делать людям, когда на улице становится более чем плюс 35 градусов. И прежде всего укрыться в тени и вести малоподвижный образ жизни. То есть не работать. Если возможно, просто лежать в покое, находясь. И пить каждый час полстакана воды. Кроме того, необходимо протирать все тело тряпочкой, смоченной в воде. В теплой воде, не горячей, не холодной. В теплой воде. Для того, чтобы кожа очищалась от тех выбросов, которые через нее происходят на поверхности. И очень важно постараться днем поспать. И тогда время будет быстрее проходить в эту жару. Кроме того, каждому человеку необходимо иметь достаточно терпения и быть здоровым. Просуждайте на эту тему. А я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok